В городскую полицию пришло заявление от потерпевшего из Сургута, который получил сюрприз в кавычках из Димитровграда. Но все по порядку. Схема обмана простая. Мошенник размещал объявление о продаже сотовых в БУ на известном сайте недорого на запчасти. Покупатели на такой товар находились. Мы созванивались с ним. Он предлагал им свой расчетный счет, чтобы они перечислили денежные средства. Денежные средства перечислялись. Он добросовестно шел на почту, отправлял почтовые бандерольки, якобы о том, что он направляет туда эти вещи. Однако вместо обещанных телефонов вложил туда бумагу. Такая бандероль пришла жителю Сургута. Он и обратился в городскую полицию. Еще один пострадавший из Тольятти. Мошенником оказался 27-летний житель Димитровграда. Его нашли, хотя он и пытался, как говорится, замести следы. Он шел в банк, снимал денежные средства, тут же блокировал карту, писал заявление о том, что она у него утрачена и заполнял новые. Страничку удалял и под новыми сведениями размещал повторные объявления. В полицию обратились пока только двое иногородних пострадавших. Общая сумма ущерба небольшая 6400. Однако этого достаточно, чтобы возбудить уголовные дела по статье мошенничества. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.